Нарубили дров. Поставщики березовых поленьев доставили на треть меньше дровяного топлива, чем заплатил заказчик. Коллективный сад на Уралмаше. Такой поленьицы на зиму не хватит. Не греют и обещания. Ведь, как выяснил городской дозор, у садоводов нет даже договора с компанией. Как быть, рассказали юристы. Суровую зиму предстоит провести сторожу этого коллективного сада. Вместо девяти кубов заказанных дров поставщик доставил только шесть. Дрова садоводы заказывают каждый год. Так что, говорит сторож, их объем он уже определяет на глаз. Мужчина первым заподозрил неладное. Когда я залез в кузов, посмотрел, что там дрова не уложены рядками, что можно померить два на два, допустим, а на валом. То есть беспорядочно. И померить невозможно. Однако водитель заверил, что кузов самосвала вмещает девять кубов. Выгружать древесину курьер отказался, пока с ним не рассчитаются. Садоводы отдали деньги 12 тысяч рублей. А после, измерив объем, выяснили, им не довезли треть заказа. Я когда смотрела, тут же им звоню. Они говорят, не может быть. Ну, ничего, не переживайте, значит, выйдет наш, приедет наш специалист к вам, замерит. Если действительно не хватает, мы тут же высылаем вам газель с дровами. Но грузовик едет уже неделю. На наши звонки поставщик отвечает нервничая. Сказали, два куба не хватает. Два и один куба. Сейчас, говорите, три куба. Я говорю, может, вы дрова-то эти же говорите просто. Сложите аккуратно в поленицу. Дрова эти не трогайте. К вам на днях человек приедет, все это померяет и все решит. Между тем, сторож, который день мерзнет, охраняет дрова до проверки. Садоводы же переживают, что придется доплачивать. Это нам опять собирать деньги приходится. А что у нас, в принципе, 10 до 11 тысяч. Закон в этой ситуации садоводам не помощный, говорят юристы. Ведь дачники не заключили никакого договора на покупку дров. Да и претензию они не оформили письменно. Товарищество имеет право обратиться в суд, безусловно. Но, учитывая обстоятельства, я думаю, что шансов в договоре немного. Поэтому здесь нецелесообразно судиться. Я думаю, что можно рассчитывать только на добросовестность поставщика. На будущее, чтобы не оказаться в подобной ситуации, юристы рекомендуют оформлять договор купли-продажи. И в нем обязательно прописывать правила приемки товара. Особенно такого громоздкого, как дрова. Юрий Шумков, Николай Косарев. Городской дозор.